Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на MarathonBet, где каждый день вас ждут тысячи событий, трансляции матчей, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. MarathonBet. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Зенит после долгожданного ввода в эксплуатацию нового стадиона показывает отличные цифры по посещаемости. Почти 45 тысяч в среднем на каждой игре. Неудивительно, что по итогам первого круга питерцы стали одной из самых посещаемых команд Европы. Их стадион полон каждую игру в среднем на 80%, так что можно подняться в рейтинги и еще выше. А на какие команды уже сегодня приходит больше всего зрителей? Это мини-топ-10 самых посещаемых клубов Европы в сезоне 17-18. Десятая срочка. Шотландский Селтик и в среднем по 57 тысяч 700 зрителей на каждом матче. Не так давно в высший дивизион страны вернулся Рейнджерс. Но и без дерби старой фирмы Селтик Парк заполняется на 95% каждую игру. Девятый. Итальянский Интер. 58 тысяч 300 зрителей. Лучший результат в серии А. Приход Лучано Спалетти взбодрил команду и ее болельщиков. Заполняемость выше 70%. На Радзуре борются за Лигу чемпионов и на них ходят гораздо активнее, чем на Милан, который играет на этой же арене. Восьмой. Мадридский Атлетико и почти 59 тысяч зрителей. Матрасники переехали в этом сезоне с Висенте Кальдерон на Ванда Метрополитано. И новый стадион заполняется на 87%. Атлетико даже обогнал по посещаемости Барселону. Она только 13-я в сегодняшнем рейтинге. Седьмой. Арсенал и почти 60 тысяч каждую игру. И на самом деле на Арсенал билетов не достать. Все распродается. Посещаемость 98, а не 100%. Просто потому, что не все владельцы абонементов могут каждый раз посещать игры. Место номер 6. Шальке 04. 61 тысяча зрителей. Заполняется Фелтинц-арена каждый матч под завязку. Что удивительно, ведь население Гельзенкирхена всего 250 тысяч человек. То есть четверть города каждый свой выходной проводит на стадионе. Пятый. Тоттенхем. И сразу 65 тысяч на каждой игре. Шпоры в этом сезоне переехали со старенького Уайт-Харт-Лейн на огромный Уэмбли. И фаны заполняют 72% мест 90-тысячной арены. Уже летом этого года Тоттенхем должен перебраться на новый стадион, который будет вмещать 61 тысячу зрителей. Так что такой высокой посещаемости, как в этом году, уже точно не будет. Четвертый, почти как сейчас в турнирной таблице, мадридский Реал. И почти 70 тысяч на играх. Самая посещаемая команда Испании. Каждый матч собирает 85% возможных мест на Сантьяго Бернабео. Это совсем неплохо, ведь Барса заполняет Кампноу всего на 55%. Бронза, Манчестер Юнайтед и почти 75 тысяч. На лучшую по посещаемости команду АПЛ билетов не достать. Продается вообще все. И это они еще с Муринью часто играют автобусом. А что было бы с условным Гвардиолой? 120% посещаемости. Кстати, высокая посещаемость и доходы позволяют МЮ совершать дорогие трансферы и платить своим игрокам огромные зарплаты. Сколько получают футболисты Манчестер Юнайтед? Смотрите в моей новой рубрике «Эффект бабла» на канале Мяч Продакшн. Там уже вышли выпуски про Ливерпуль, Арсенал, Челси, Баварию, ПСЖ и вообще почти про все главные команды Европы. Ссылка будет внизу в описании. А вторая – Бавария и ровно 75 тысяч на каждой игре. Единственная команда в рейтинге со стопроцентной посещаемостью. Как немцам это удается сделать – не ясно. То ли они каждую игру продают дополнительные билеты на места, куда не пришли владельцы абонементов, то ли просто на 1-2% завышают цифры. Тем не менее, Альянс Арена прекрасна и попасть на нее очень сложно. И первая – который год подряд Дортмундская Барусия почти по 81 тысяч зрителей каждую игру. Заполняемость сигналы Дуна Парк Арены 99,5% и купить на нее билеты нереально. Я испытал это на себе в мае прошлого года, приобретя за две недели до матча билет на стоячую трибуну у перекупщиков аж за 220 евро. Дешевле не было. Хотя изначально в кассах эти тикеты стоили в 10 раз дешевле. Вот так выглядит вторая десятка команд Европы по посещаемости. Хочется отметить очень высокое место Ветхима, переехавшего на Олимпийский стадион Лондона, неожиданно низкое место Барселоны и очень хорош Нью-Кассл, стадион которого заполняется на 99,5%, несмотря на средненькую игру команды. Спартак находится на 52 месте в общей европейском рейтинге, что тоже неплохо. Он второй по посещаемости в России. Цифры взяты из блога «Посещаемость матчей РФПЛ» на Sports.ru. Прошлый мини-топ про лучших футбольных комментаторов 2017 года смотрите здесь. А эффект бабла про зарплаты в Ливерпуле увидите вот тут. Это интересно, там же другие выпуски про все топ-команды Европы. Кликайте, переходите. Александр Журавлев. Пока!